Дорогие латкаринцы, я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом, ну и, конечно же, сказать, что мы сделали с вами за этот год и предыдущие годы. Надо отметить, что, несмотря на мировой кризис, в этом году наш бюджет составляет 1,7 млрд рублей и, собственно, доходы 957 млн рублей. Если вспомнить 2009 год, то отгруженная продукция составляла всего лишь 10 млрд рублей, то в этом году она превысит 20 млрд рублей. Средняя зарплата 5 лет назад была 23 тыс. рублей. По завершению 2015 года зарплата составит средняя 39,2 тыс. рублей. Платные услуги выросли практически в 6 раз. Я хочу отметить, что капитальные вложения 5 лет назад составляли всего лишь 498 млн рублей. На сегодня мы по итогам 2015 года капитальные вложения осваиваем в объеме 5 млрд рублей. Динамично развивается в целом наша отрасль строительная. Происходит сегодня большое освоение строительных объектов, в том числе, в первую очередь. Это, конечно же, снос ветхого жилья. В этом году мы за последние только два года расселили в кварталах 4, 6, 8 и 11 уже более 67. И эта работа будет продолжаться. Я хочу подчеркнуть, что только за последние два года мы в Латкаре на построле открыли три детских сада. У нас нет практически очереди в детские сады от 3 до 7 лет. Мы завершили и открыли ледовый спортивный комплекс. Буквально построив его за 10 месяцев, наши дети, наши жители получили такой подарок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Надо сказать, что мы также открыли в этом году и провели полную реконструкцию станции обезжелезования. И по существу, если мы были в рейтинге аж на предпоследнем месте, то мы сегодня в рейтинге в целом по Московской области в числе первой тройки по чистой воде. Ну и, соответственно, я хочу сказать, мы открыли также женскую консультацию, отремонтировали центр молодежи. Производим работы по освоению капитальных вложений, по ремонту детских дворовых площадок. Мы открыли 8 площадок детских, 8 площадок только в этом году и будем продолжать эту работу. Практически за несколько последних лет мы поменяли 33,5 километра магистральных трубопроводов. Это диаметром 500-600 миллиметров, 300 миллиметров по сети тепло- и водоснабжений. Ну и, соответственно, также происходит модернизация водопроводных сетей, электросетей. Ну и, соответственно, вы замечаете, что сегодня по благоустройству делается большая работа. В нашем городе появилось большое количество цветов. И мы эту работу будем с вами продолжать. Одна из больших проблем, и это транспортная доступность нашего города и наших жителей. Мы с вами видим, что есть такие вопросы, есть трудности, много обращений на губернатора, на другие уровни. Ну и, соответственно, я вам докладываю, что вы видите, что сегодня идет работа по освоению капитальных вложений, по строительству развязки с выездом на Ново-Рязанское шоссе. И вы видите, выезжая из Латкарина, что производится вырубка леса. Понятно, что придется потерпеть нам какой-то период времени. В бюджете Московской области заложено средства на строительство и освоение, так сказать, этой развязки, ну и, соответственно, на лесовосстановление. Первый этап – это строительство развязки с выездом на Ново-Рязанское шоссе, которое будет завершено в конце будущего года. Мы получим с вами развязку. Ну и, соответственно, буквально вчера на правительстве состоялся разговор с начальником управления, главным управлением дорожного хозяйства Московской области. Это следующий этап – это реконструкция Латкаринского шоссе с развитием до четырех полос и, соответственно, с въездом в город Латкарин и объездом за заводным оптическим стеклом. То есть эта работа также таким же образом ведется. Надо отметить, что в здравоохранении, в нашем здравоохранении проводится тоже очень много жалоб, очень много, так сказать, нареканий. Но, тем не менее, надо в целом отметить, что проведена просто колоссальная работа за последние годы по материально-техническому обеспечению, по отбору кадров. Ну и, соответственно, уже можно говорить и гордиться, что сегодня делаются достаточно сложные операции, привлечены дополнительные, так сказать, специалисты, врачи. Ну и, соответственно, эта работа будет продолжаться. На будущий год предусмотрена в программе правительства Московской области полная реконструкция детской поликлиники и городской поликлиники. Ну и, соответственно, хочу подчеркнуть и отметить, что заменен весь парк скорых помощи. Значит, мы уже, так сказать, информацию такую давали. По образованию продолжаются капитальные ремонты наших детских садов. Мы будем развивать детские дошкольные утверждения, уже вводить за внебюджетные источники, финансированные. Ну и, соответственно, в будущем году мы будем проводить полную реконструкцию всех стадионов всех наших школ. Это школа номер 4, номер 1, номер 2, номер 3 и школа номер 7. Ну и, соответственно, я хочу сказать, что в целом, вот если оценивать ситуацию, то мы этот год прожили достаточно уверенно, спокойно, сбалансировано. Ну и хочу подчеркнуть, что несмотря на все возможные кризисы, какие-то проблемные вопросы в целом в окружающем мире, то для Наткарина этот год был достаточно стабильным, уравновешенным, ну и, соответственно, сбалансированным по всем показателям, по тем, к которым я вам, так сказать, доложил. Я готовлюсь к отчету главы, он состоится в феврале месяце. Я вас приглашу всех на отчет и подробно будет, так сказать, вам доложено о нашей деятельности за прошлый год и поставим задачи на будущий год. Мы буквально на прошлом заседании Совета депутатов приняли уже бюджет, трехлетний бюджет, он достаточно конкретный, сбалансированный, ну и, соответственно, он будет направлен на цели и задачи, связанные с исполнением полномочий нашего, так сказать, города Латкарина. Ну и, конечно же, в заключении своего выступления хочу сказать, что в целом мы сегодня провели городские мероприятия, значит, провели детские елки. Я от души поздравил наших деток с замечательным праздником, выступил Дед Мороз, было показано представление. Вчера в ДК «Мир» состоялось замечательное мероприятие, подведение итогов силами наших коллективов, наших детей, значит, был дан концерт нашим жителям. И поверьте, что это уникальное событие, когда наши дети, наши латкаринцы достойно представляли вот наш город на этой сцене ДК «Мир». И мы вчера все отметили, что не нужно даже в Москву ездить на концерты, а надо ходить в ДК «Мир» на наши концерты, которые делают наши дети, наши латкаринцы. Я уже неоднократно, выходя на большие трибуны, говорю, что Латкарина – это большая дружная семья. Вот с этим, значит, мы должны с вами жить. Мы поддерживаем сегодня нашего президента Владимира Владимировича Путина в его политике, в его тос-отделах, в посланиях президента, в майских указах президента, и будем выполнять поставленные задачи. Ну а также мы поддерживаем политику руководства нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И мы много сегодня с вами увидели и получили за последние годы поддержку лично персонально от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Мы будем продолжать развивать наш город. Большое внимание уделим, значит, Петровскому. Там у нас появится новый парк, рекреационная зона между храмом Петра и Павла, и Никольским храмом. Соответственно, в садьбе Борятинских в будущем году будет муниципальной собственностью. Мы проводим такие юридические, так сказать, мероприятия. Надо отметить, что в будущем году мы будем открывать спортивный комплекс, новый спортивный комплекс, который называется «Арена Латкарина» с плавательным бассейном, многофункциональным залом, с тремя тренажерными залами. Ну и, соответственно, наш «Кристалл», как только мы откроем, будем включать программу Московской области по реконструкции, по полной реконструкции. То есть для нашего города достаточно будет «Кристалла», видового спортивного комплекса и «Арена Латкарина». То есть по обеспеченности мы будем на достойном месте для наших детей, для наших жителей. Дорогие латкаринцы, в завершение своего выступления я хочу от души вас поздравить с наступающим 2016 годом и пожелать вам здоровья, удачи, счастья, радости, успехов и благополучия. С Новым годом, дорогие латкаринцы!